Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого Слово к верующему Отцу Продолжение Если же скажешь, что это не так, но что и живущему в мире можно совершать все добродетели, если не шутя, а обдуманно и действительно будешь говорить это, то не поленюсь объяснить нам это новые странные учения, потому что и мне не хотелось бы утруждаться напрасно и подвергать себя таким лишениям. Впрочем, я не могу принять такого учения, а вы сами виной тому, потому что и словами, и делами своими противоречите этому мнению и учите противному. Вы как будто нарочито стараясь погубить детей, позволяете им делать все то, делая, что невозможно спастись. Взгляни несколько повыше. Горе вам сказано в Писании, смеющиеся ныне. Лука 6, 25 А вы подаете детям множество поводов ко смеху. Горе вам, богатые. Стих 24 А вы предпринимаете все меры, чтобы они разбогатели. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. 26 стих А вы часто тратите целое имущество для людской славы. Еще. Поносящий брата своего подлежит гея неогненной. Матфея 5, 22 А вы считаете слабыми и трусливыми те, кто молчаливо переносит обиды от других. Христос повелевает воздерживаться от ссоры и тяжбы. А вы постоянно занимаете детей этими злыми делами. Он повелел во многих случаях вырвать око, если оно причиняет вред. 29 стих А вы с теми особенно и вступаете в дружбу, кто может дать денег, хотя бы учил к крайнему разврату. Он не позволил отвергать жену, кроме одной только вины и прелюбодеяния. А вы, когда можно получить деньги, позволяете пренебрегать эту заповедью. Клятву он запретил совершенно. А вы даже смеетесь, когда видеть, что это соблюдается. В любящий душу свою, говорит Господь, погубит ее. Иоанна 12, 25 А вы всячески вовлекаете их в эту любовь. А если не будете прощать людям, говорит Он, согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших. Матфея 6, 15 А вы даже укоряете детей, когда они не хотят умстить обидевшим, и стараетесь скорее доставить им возможность сделать это. Христос сказал, что любящие славу постятся ли, молятся ли, подает ли милостыню, все это делают без пользы. Атфея 6, 1 А вы всячески стараетесь, чтобы ваши дети достигли ее. Но для чего перечислять все, если уже искажены пороки? Не только все вместе, но и каждый сам по себе достаточен для приготовления тысячи гиен. А вы, собрав их все вместе и возложив на детей эту невыносимую тяжесть грехов, с нее ведете их в огненную реку. Как же они могут спастись, принося столько пищи для огня? И не только то ужасное, что вы внушаете детям противное заповедям Христову, но еще и той, что прикрываете порочность благозвучными наименованиями, называя постоянное пребывание на конских кристаллящах и в театрах светскостью, обладание богатством свободы, словолюбие великодушием, дерзость откровенностью, расточительность человеколюбия, несправедливость мужеством. Потом, как будто мало этого обмана, вы, добродетели, называете противоположными наименованиями. Скромность неучивостью, кротость трусостью, справедливость слабостью, смирение раболепством, незлобие бессилием, как будто опасаясь, чтобы дети, услышав от других истинное название этих добродетелей и пороков, не удалились от заразы. Ибо название порока прямыми и подлинными их наименованиями немало способствует к отвращению от них. Оно может так сильно поражать грешников, что часто многие, отличающиеся бесчестнейшими делами, не переносят равнодушно, когда их называют тем, что они есть на самом деле. Но приходит сильный гнев и зверское раздражение, как будто терпят что-нибудь ужасное. Так, если бы кто бесчестную женщину-развратного юношу назвал по этому постыднейшему пороку, то сделал бы непримиримым врагом их, как будто нанесший величайшую обиду. И не только эти люди, но и сребролюбец, и пьяница, и гордец, и вообще все преданные тяжким порокам, как всякие знают, поражаются и оскорбляются не столько самым делом и мнением людским, сколько названием по своим делам. Я знаю много и таких, которые этим способом были образумлены, а отрезки слов сделались более скромными. А вы отняли у детей это врачейство, и что еще тяжелее преподаете им недоброе внушение не только словами, но и делами. Строите великолепные домы, покупаете дорогие поместья, окружаете их и прочим блеском, и всем этим как бы каким густым облаком омрачаете их душу. Чем же я могу убедиться, что им возможно спастись, когда вижу, что их склоняют к таким делам, за которые Христос возвестил неизбежную погибель, когда вижу, что вы о душе как бы о чем-то ненужном не брежете, о том, что действительно излишне заботитесь, как о необходимом и важнейшем. Чтобы был у сына слуга, чтобы был конь, чтобы была самая лучшая одежда, вы делаете все. А чтобы он сам был хорош, об этом и подумать никогда не хотите. Но, простирая до такой степени заботливость о деревах и камнях, душу не удостаивайте и малейшие части такого попечения. Чтобы на доме стояла дивная статуя, и кровля была золотая, вы все готовы потерпеть. А чтобы драгоченнейшее всякого излояния душа была золотая, об этом и помыслить не хотите. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...